Брат мой Успеешь сказать ей прощай Люди говорят о смерти, но что будет, когда она заговорит с ними, в тот день, который был обещан? Тебя положат в могилу, и твои же близкие начнут засыпать тебя землей. Твои родные будут скучать по тебе, все еще не веря, что тебя больше нет, все еще надеясь, что ты вернешься домой. Но ты все там же в могиле. Тебя покинула твоя семья, тебе покинуло твое богатство, только ты и твои деяния. Приходят два ангела и задают тебе три вопроса. Кто твой Господь? Что ты ответишь? Аллах? Но ведь в земной жизни ты поклонялся себе, был покорен только своим желанием. А разве не ты сделал божеством свою собственную страсть? Разве не ты служил идолу, живущему в твоем сердце, имя которому твое эго? Ведь ты повиновался ему во всем, что бы он тебе ни приказал. Любой его каприз сразу же исполнялся тобой, даже если он был абсолютным ослушанием Всевышнего. Поклоняясь ему, своему самолюбию, ты предал заввению поклонение Создателю. Кто твой пророк? Ты слышал? Люди произносили его имя, и даже ты сам говорил его несколько раз, но ты ничего не знал о нем. Ты никогда не пытался защитить его честь, когда языки лжи с пеной у рта выливали грязь на него. Ты никогда не просил Аллаха благословить его, говоря салаллаху алейхи ассалям. Ты любил не пророков, а совсем других людей, подражал им во всем, следовал за ними, зная, что они не идут прямым путем, и ослушается Создателя каждый дарованный им день. Какова твоя религия? Неужели ты думаешь, что ты ответишь «Ислам»? Ведь Коран был лишь сувениром на твоей полке. Твои колени и лоб никогда не касались земли в страхе перед Всевышним Аллахом. Ты побеждал в уличных драках, но ты не мог победить свое одеяло в пять утра. Оно оказывалось таким тяжелым для тебя. Ты гордился своей нацией, ставя ее выше других. Ты гордился своей внешностью, хотя ты ее не заработал. Ты гордился своими предками. Где они сейчас? Пускай они тебе помогут. Брат мой, с каждым биением сердца, ты приближаешься к своему последнему вздоху. Но ведь ты еще не умер. И как же глупо сажать семена ада и надеяться, что вырастут плоды рая. Брат мой, вернись в ислам, пока еще не поздно. Душа напоминает нам о смерти. Пока вы еще живы, душа постоянно стучит в дверь и говорит вам или мне, что смерть, она неизбежна завтра или в другой день. Любой день может стать вашим последним. Вот о чем говорит нам душа, но мы не хотим прислушиваться.